Слово следующему спикеру, я знаю, что она уже здесь, Наталья Малафеева, просигнальте, пожалуйста, чтобы я вас увидела, да, значит, ты, Наталья, экс-директор по маркетингу у фонда «Друзья», ментор платформы ProCharity, руководитель по развитию D&A Partners, и Наталья поделится с нами своим опытом, как создавать новые партнерства. Вам слово, пожалуйста. Большое коллеги, да, спасибо, Марина. Здравствуйте, коллеги, рада вас видеть. Доброе утро, у кого-то, может быть, уже день. Даже вечер, есть те, у кого вечер. С ума сойти. Широта, география, конечно, как всегда, не может не радовать, и количество участников и слушателей тоже. Большое спасибо за приглашение к участию в этой важной дискуссии. Я понимаю, что у вас сегодня основная цель – это показать разные модели партнерства и как НКО могут взаимодействовать с разными структурами для того, чтобы масштабироваться, становиться более эффективными и как-то более, что ли, я не знаю, продуктивными в своей деятельности, непосредственно на которую нацелены. У нас есть проект, который мы реализовали не так давно, в конце мая. У нас, я имею в виду сейчас фонд «Друзья», хотя на самом деле на стороне фонда я уже не работаю, только как консультант и ментор платформы ProCherity. И переместилась как раз в структуру, которая помогала нам этот проект реализовывать. D&A Partners вместе с юристами продолжать раскачивать разные важные системные инициативы. Вот, и проект этот посвящен NFT и теме криптовалюты благотворительности, которая последние полтора года достаточно активно обсуждается в сообществе профессиональном и благодаря которой, собственно, мы эту инициативу придумали. Потому что в связи с тем, что сейчас кризисные возможные такие непростые времена для фондов с фондрайзинговой точки зрения, конечно же, большинство из них ищут альтернативные способы привлечения пожертвований и увеличения своих фондрайзинговых показателей. И нам показалось в какой-то момент, что криптовалюты могут открыть новый как бы путь для возможности развития для некоммерческих организаций, как с точки зрения фондрайзинга, так и в принципе освоения новых технологий. Вот, ну и начали мы с того, что в прошлом году, даже в позапрошлом, в конце 21 года мы провели исследование под названием криптовалюты благотворительности. И здесь, наверное, я поделюсь все-таки уже слайдами, чтобы не сбиваться с темпа нашего выступления. Так, сейчас я попробую сделать лайт-шоу, чтобы все у нас было видно на полный экран. Так, и теперь мне надо попробовать остановить эту листалку, потому что она будет без меня двигаться, а я не могу убрать эту подайлю снизу. Не обращайте пока внимания на то, что листаются слайды, я буду пытаться ими вручную управлять, хотя я не могу убрать эту штуку с экраном. А может быть тогда вы вернете его не в полный экран и будете просто переключать, ничего страшного. Я согласна. Согласна. Попробую это сделать. Наверное, тут просто какое-то есть последовательное действие, которое каждый раз забываю, чтобы вот это не происходило. У меня перекрывает просто нижняя панель зума. Так вот, мы придумали проект, который называется «Токены друзей», но придумали мы его не сразу, а спустя, в общем-то, год после того, как провели исследование. И исследование мы провели, опять же, совместно с агентством MindSmith аналитическим. Оно было нацелено на, собственно говоря, изучение поля возможностей, а также отношение профессионального сообщества и коллег из благотворительных фондов к применению криптовалют в качестве фандрайзингового инструмента. Мы выявили, что, на самом деле, по сравнению с мировой практикой, международной практикой, тогда как в США уже, конечно же, в широком применении криптовалюты, показатели фондрайзинговые достигли 125 миллионов долларов за год на фондрайзинговой платформе The Giving Block, где можно жертвовать в качестве фондом криптовалюту, в качестве пожертвования, в то время как в России нет никакой системы регулирования криптовалют, поэтому эта тема относится к серой зоне. Она также обросла уже количеством определенных каких-то мифов и страхов со стороны фондов и поэтому никак активно не применяется. А мы своим опытом хотели показать, что есть прозрачные, абсолютно понятные и логичные схемы, как можно в рамках закона существующего использовать криптовалюту в качестве пожертвований. И, в общем-то, сейчас об этом подробно чуть-чуть расскажу. Перед этим вместе с агентством Mindsmit мы провели опрос 60 с лишним фондов и руководителей фондов о том, как они относятся к теме криптовалют и выявили, что половина опрошенных практически хотели бы начать применять пожертвования в криптовалюте, но только один из фондов готов это сделать, потому что существуют какие-то барьеры и риски. И вот мы выясняли, что это барьеры и риски перед ними стоит, какие они видят. 63% были беспокойны как раз неопределенностью юридического статуса криптовалют, который не относится к каким-то официальным финансовым активам, которые регулируются государством. 60% сталкиваются с техническими сложностями и незнанием технологии, как привлекать криптовалюту в качестве пожертвования. Ну а 53% не знают, как вообще корректно отчитаться потом от этих выступлений, даже если они поступили фонд и привлекли. Ну и с правой стороны здесь можно видеть такую более подробную аналитику, некоторые затруднялись ответить, готовы или не готовы, некоторые сомневались в том, что есть доноры, готовые жертвовать в качестве пожертвования, вернее, криптовалюту и вообще являются держателями криптокошельков и вообще согласятся в этом поучаствовать. Ну а есть определенная доля скептиков, которые просто в принципе не верят в криптовалюту, как финансовый актив, за которым может стоять будущее, в том числе и благотворительности. Но общий итог этого исследования показал, что криптовалюта будет массово внедрена только тогда, когда появится первый фонд, пионеры, так скажем, которые на своем опыте покажут всю модель, как можно привлечь криптовалюту в качестве пожертвования, какими инструментами, как это все будет расценено проверяющими органами, в том числе по факту проведения этого проекта в отчетностях и как вообще все это реализовывается. И таким образом мы пришли к тому, что стали этими самыми пионерами. В числе на самом деле нескольких других фондов, которые я сейчас не буду этому времени посвящать, потому что мы пропартнерские модели. Но такими фондами выступили уже «Подари жизнь», такими фондами выступили «Дети бабочки», «Команда против пыток» и другие фонды, которые уже реализовали технологии NFT для того, чтобы привлекать в качестве пожертвования криптовалюту. Почему мы говорим про NFT? Что такое вообще NFT? NFT – это технология, которая позволяет привлечь криптовалюту в качестве пожертвования и вообще что-либо продать за счет токенизирования определенных медиафайлов. Есть какая-то, допустим, у вас ценность в виде видео или фоторабот, или это рисунки, например, благополучатели вашей организации, которые вы хотите продать в качестве пожертвования. Но для того, чтобы их продать не за рубли, а именно за криптовалюту, вам нужно специальную процедуру с ними провести, процедуру токенизации или минтинга. И для этого, конечно, вам нужны определенные знания, определенные платформы и инструменты. В нашем случае, и дальше позже скажу, у нас для этого в этом качестве партнера выступили в проекте отдельные организации. Что не так вообще с NFT в России было? Почему мы решили этот проект запустить? Все, что в последний год называлось NFT и мелькало в информационном поле перед благотворительными организациями, это мало имело отношение к реальной технологии NFT, которая применяется во всем мире и существует на базе блокчейн. Большинство проектов просто называются NFT. На самом деле это цифровые копии каких-то работ, которые были повешены на сайт фонда или на какой-то платформе агрегаторы. И за рубли, ну, по сути, продавались, но не продавались в качестве пожертвования, просто привлекали таким образом новых доноров, готовых поддержать фонд. NFT-проекты мы по этим называем просто цифровые версии, диджитал-версии каких-то медиафайлов или видео, или музыкальных произведений, или рисунков, или фотографий, которые где-то существуют в виртуальном поле. При этом в России до сих пор запрещена официальная продажа товаров и услуг за криптовалюту. То есть мы по закону, будучи резидентами Российской Федерации, не можем ничего делать с криптовалютами, в принципе, как с неким средством оборота наших товаров или услуг. Но для проведения NFT российским НКО может понадобиться контрагент. И как раз в свете вот этого партнерства я расскажу о том, какими организациями выступили партнеры в нашем проекте. Что такое токены друзей? Прежде всего, мы запустили проект, который должен был раскачать, так скажем, информационное поле, связанное с применением криптовалют в благотворительности в России. И привлечь внимание, в том числе государство, к этой важной теме, потому как мы хотели бы уже, чтобы официально криптовалюты стали финансовым регулируемым активом. И фонды получили инфраструктурные возможности для того, чтобы официально ее привлекать, криптовалюты. Почему это важно? Потому что держателями криптокошельков на самом деле является уже огромное количество людей. И многие инвестируют в криптовалюту как в какой-то финансовый актив, за счет чего приобретают новые источники дохода. И мы понимаем, что большая часть, даже не высокодоходные, а среднедоходные аудитории уже применяют эти технологии. И особенно те, кто так или иначе связан как-то с международными организациями, работает в крупных фирмах, в компаниях и могли бы стать донорами, продолжая помогать российским фондам. Мы решили запустить вот этот проект для того, чтобы как раз показать свой пионерский опыт, как мы абсолютно по прозрачной и транзакционной модели реализовали его от начала и до конца, от запуска информационной кампании и, собственно, осуществлением приема криптовалюты на баланс фонда в качестве пожертвования. Таким образом, у нас родился проект, который мы назвали «Токены друзей». И здесь, конечно же, играет роль фонд «Друзья» и его название, откуда вообще пошла эта идея. Мы всю жизнь в фонде развиваем такую мысль, как любое партнерство, оно должно быть взаимовыгодным и существовать по модели Вин-Вин. Это никогда не должно быть просьбой со стороны, вообще вопрошающей какой-то позиции со стороны некоммерческой организации, и дарящей, и отдающей, но ничего не получающей второй стороной. У нас всегда такая модель Вин-Вин или даже Вин-Вин-Вин является основой реализации всех наших проектов, которые мы в фонде запускаем. К этим проектам относятся платформа про черити интеллектуального волонтерства, к этим проектам относятся Московская школа профессиональной филантропии, ну и также все фондрайзинговые модели и инициативы, которые фонд запускал. Каким образом это партнерство, вот эта модель Вин-Вин-Вин выслеживалась? Всегда есть один партнер, который что-то дает, какой-то ресурс ценный для фонда. Всегда есть фонд, который выполняет определенные обязательства перед партнером, дающим этот ресурс. И всегда есть общая цель, во благо которой два предыдущих партнера, которые упомянуты были, объединились, и ради которой, собственно, реализуется эта инициатива. Таким образом, мы получаем еще третий Вин для общества или для системы в качестве какого-то важного и чаще всего измеримого социального изменения. Что касается проекта NFT, токены друзей, здесь у нас в проекте объединились даже три стороны, не две. Это прежде всего фонд друзья, который стал благополучателем, но и платформой, партнером, которая этот проект помогла реализовать и донести его до профессионального сообщества, и, собственно, донести его до широкой аудитории, в том числе и до государства. Был партнер и остается D&D Partners, главный стратегический партнер, который выступил экспертом в области юридического, цифрового права и в области построения финансовой модели, транзакционной цепочки этого проекта. И был еще третий партнер, он, собственно, и главный герой нашего проекта, Роман Бевзенко, тоже юрист, но выступивший не в своем профессиональном экспертном поле и роли, как юрист, а как фотохудожник и как, в общем-то, автор работ, на основе которых были сделаны NFT-токены, NFT-дроп. Дроп – это коллекция. Коллекция фото работ, которая была продана на специальном маркетплейсе Foundation за пожертвования в криптовалюте. И мы поняли, что, в общем-то, это и есть самый наглядный проект, такой пример объединения усилия друзей, потому что это, конечно же, партнерские и дружеские долгосрочные отношения, которые были построены уже и до этого проекта, и долгосрочное знакомство, которое, в общем-то, вырастало уже в разные инициативы, совместная деятельность, но в этом проекте мы как раз их представили в таком наиболее наглядном формате, когда каждый из них выступает в своей роли и тем самым укрепляется в своей экспертизе и получает какие-то бенефиты от этого партнерства. Так, где у меня слайд? Что такое токены друзей с точки зрения партнерской модели? Как я уже сказала, здесь у нас выступили четыре стороны. Это юристы международного цифрового права, это юрист и фотограф, фотохудожник Роман Бевзенко, это эксперты, которые помогли нам с технологией реализации этого проекта и помогли, собственно, токенизировать фотоработы и продать их на специальном маркетплейсе, и это фонд, друзья, как основной благополучатель и образовательная площадка партнер. Как происходило это партнерство? Опытные юристы цифрового права, Екатерина Смирнова и Юрий Брисов, которые основали агентство D&D Partners, даже не агентство, это юридическое консалтинговое бюро, разработали всю договорную цепочку и вообще все дерево принятия решений, всю модель этого проекта с точки зрения закона, и с точки зрения того, как прозрачно, подотчетно и абсолютно законно можно реализовать вот такую технологию на территории Российской Федерации российскому фонду, фонду «Друзья». Также они разработали транзакционную модель, то есть все, что касается приема криптовалюты на баланс фонда, как финансово-цифрового актива, здесь важно было проследить каждый этап и, в общем-то, его продумать тщательно, чтобы фонд смог этот актив зачислить себе на баланс и потом применять эту криптовалюту, не просто держать там на черный день на криптокошельке созданном, как делают некоторые наши коллеги, и за незнанием просто того, что дальше с этим делать, но и применить их по назначению, то есть на уставную деятельность фонда. И также коллеги, конечно, помогли нам разработать коммуникационную кампанию продвижения этого NFT-дропа для того, чтобы на него нашлись покупатели. И вот эти фотоработы, токены, их кто-то приобрел на маркетплейсе. Опытный юрист Роман Бивзенко, известный в юридическом сообществе прежде всего, выступил фотографом и фотокудожником, предоставил свои NFT-работы, и даже у нас был крупный куратор-консультант, международный куратор NFT-искусства Анна Буали, которая помогла из этих фотографий создать настоящую коллекцию. Она помогла описать ее художественным слогом, причем как на английском, так и на русском языке. Она помогла выстроить из них концепцию и придумать эту концепцию, преподнести, спозиционировать таким образом, чтобы спрос на эти работы на маркетплейсе, опять же, был выше. И цену можно было бы установить на эти работы выше. Таким образом, у нас включился еще один партнер. Это вот куратор из профессионального NFT-сообщества, NFT-искусства рынка, который помог нам докрутить этот проект и сделать его наиболее эффективным. Также агентство международное NFT Masters, который занимается непосредственно технологией токенизации разных цифровых материалов, активов, работ. Как правило, это работы известных художников каких-то современных, которые уже работают с технологиями NFT и в том числе продаются на международных крупных маркетплейсах и площадках для арт-дилеров и коллекционеров и галерей. И именно это агентство стало посредником между художником, между фондом и, собственно говоря, между D&D Partners, благодаря которому мы смогли официально продать NFT-работы за криптовалюту, потому что у него есть представительство на территории другой страны, которое действует в другой юрисдикции, там, где официально разрешено продавать работы и вообще что-либо продавать за криптовалюту. Ну и фонд «Друзья» выступил здесь благополучателем, основным таким экспертом в области благотворительности и образовательной площадкой, потому что мы создали специальный лендинг для фондов и для некоммерческих организаций, на котором собрали большую библиотеку знаний. Все, что касается технологии блокчейн, технологии NFT и вообще криптовалюты, что это такое, почему мы можем называть NFT только то, что существует на базе блокчейн, как вообще работает эта система, также какие документы требуются от фондов, чтобы запустить подобный проект, какие нужны участники, экспертизы в каких вопросах, как выбрать маркетплейс и так далее. Огромное количество вопросов, на которые мы ответили благодаря нашим партнерам, собрали вот эту всю базу знаний на одном сайте и представили сообществу в качестве такого гайда по запуску NFT инициатив. Чуть подробнее про коллекцию, Роман, вот собственно, про его фотографии, он, будучи юристом, уже известным, достаточно публичным в профессиональном юридическом сообществе, обладает устойчивой репутацией, уже проверенного, надежного юриста, эксперта в определенных направлениях. Но мало кто знает его с точки зрения его творческой стороны и как фотографа, который путешествует, часто делает какие-то заметки, делает уникальные совершенно кадры и даже выставляет их на какие-то международные фотоконкурсы, получает награды. Но мы поняли, что для того, чтобы провести такой эксперимент, вообще в принципе целью проекта «Токены друзей» является, как я уже сказала, законодательное изменение основное и принятие закона о регулировании криптовалютной территории России, поэтому нам важно было задействовать все юридическое сообщество и привлечь как можно больше юристов для участия в этом проекте, для того, чтобы заручиться их поддержкой и, так скажем, лоббировать этот законопроект еще с большей интенсивностью и активностью. Именно поэтому мы выбрали фотокудожникам и главным героям, как раз-таки человека, юриста и профессионала, который обладает репутацией и доверием в юридическом сообществе. Так у нас появился Роман Бивзенко и его прекрасные фотоработы. Дальше что произошло? Фотоработы мы с помощью агентства NFT Masters, ранее упомянутого, смогли токенизировать, то есть превратить в NFT и разместить на специальном маркетплейсе Foundation, оценив их в определенном эквиваленте, в криптовалюте, которая называется Ethereum. Вот она обозначается аббревиатурой ETH. Соответственно, мы придумали, не мы придумали, Анна Буали и эксперты по оценке NFT работ и искусства, обозначили им какую-то стоимость определенную на рынке, и мы придумали три формата, в которых эти работы будут продаваться. Первый и самый важный – это открытый тираж, который действовал на протяжении 24 часов, и пользователи маркетплейса могли купить его неограниченным количеством копий, при этом каждая из них уникальная, с сертификатом и дает право обладания именно этой копией своему покупателю. И это была самая низкая стоимость – 0,08 вот этих эфириумов, приблизительно 1500 рублей, даже чуть поменьше, пересчете на рубли. Также у нас были лимитированные работы, которые продавались по уже 0,08, вернее, 0,08, там было 0,08 эфириума, и это уже другая стоимость – 12,5 тысяч, и это уникальная работа, которая в единственном экземпляре продавалась на маркетплейсинге. При этом у нас моментально эти работы ушли сразу в продажу, их кто-то купил, и таким образом у нас появился первые несколько доноров, имена которых нам неизвестны. Кто эти люди и кто почему и купил эти работы, мы тоже не знаем. И, наконец, третий формат, в котором мы продавали фотоработы токены – это аукцион, в котором можно было установить свою стоимость, предложить свою стоимость за эту работу. Благодаря тому, что у нас прошел этот аукцион в течение недели, мы собрали в общей сложности порядка 60 тысяч рублей, и это не главная сумма, потому что это совершенно какая-то скромная сумма по отношению к каким-то большим фондрайзерным целям. Но мы провели этот эксперимент и показали, что абсолютно прозрачный и доступный фондам путь, как можно криптовалюту применить для своих целей. Что нужно сделать, чтобы продать NFT и получить криптовалюту в качестве пожертвования? Прежде всего, выбрать художника и маркетплейс для продажи NFT. Если под художником мы здесь избрали такого эксперта, который выступил пробонно волонтером и как экспертом, и как интеллектуальным волонтером в творческом направлении, то маркетплейс просто существует, их существует на самом деле несколько, их можно просто выбрать в зависимости от того, в какой криптовалюте вы хотите привлечь пожертвования, какие инструменты продвижения этого дропа предлагает каждый из маркетплейсов. В этом же выборе нам опять же помогли эксперты, которые уже не первый проект, так скажем, в NFT реализовывают, D&D Partners. Второе, нужно найти агентство или арт-дилера, который представит права художника на маркетплейсе и от его имени продаст его фотоработы. Именно потому, что на территории России продавать что-то за NFT никто из нас не имеет права. Ни художник, ни фонд, ни агентство, который находится в юрисдикции Российской Федерации. Третье, нужно заключить трехсторонний договор с художником и с агентством, которое продает его работу. И этот договор чаще всего, вот мы выбрали форму договора пожертвования, через которую художник жертвует нам уже вырученные средства от продажи NFT, а мы принимаем их на счет своего криптокошелька уже в определенном эквиваленте, который нам известен по итогам продажи этого дропа. И четвертое, нужно выбрать авторизованную биржу. Это самый главный момент, самый важный на самом деле в этой цепочке, потому что это дает право нам реализовать криптовалюту на уставные деятельности с целью фонда, потому что мы обмениваем криптовалюту на фиатные рубли. И до сих пор в России нельзя было это сделать официально, но у нас появился союзник, во-первых, государство Беларусь, дружественная Россия, и авторизованная биржа, которая называется Whitebird, на которой можно зарегистрировать на юридическое лицо криптокошелек и там же обменять сразу полученные криптовалюты на рубли, зачислив их на баланс фонда. Ну и, наконец, принять на расчетный счет фонда обмененные рубли и использовать их по назначению, если это назначение и цели были указаны в договоре пожертвования, или это устанавливая деятельность на общие нужды фонда. Это первый этап. И второй этап – это образовательная платформа, которая, в общем-то, является, как я уже сказала, библиотекой знаний на тему NFT, блокчейна и криптовалют, не только в благотворительности, но и в принципе. Ну и, конечно, определенные вопросы, которые отвечают, то есть собрали ответы на определенные вопросы именно для фондов, касающиеся их деятельности. Вопросов отчетности, вопросов договора, вопросов прозрачности, а также рисков получения каких-нибудь статусов иностранного агентства. Здесь все расписано на нашем сайте, и можно найти ответы на все вопросы, в том числе, если вы получаете иностранное финансирование, как это правильно все сделать и как перед этим отчитаться, чтобы не вызвать никаких вопросов со стороны проверяющих органов. Там есть медиатека с коротенькими видео, с ответами на эти вопросы, а есть также, в общем-то, вопросы и ответы на них вот в таком вот меню. Ну и в качестве глоссария там приведены все термины и источники информации, на которые также мы ссылались, которые нам сильно помогли в сборе этой информации. Результаты проекта, какие у нас, в общем, мы можем сказать, что интерес у профессионального сообщества достаточно высокий по-прежнему к теме криптовалют, и мое сегодняшнее участие в этом вебинаре еще раз подтверждает, потому что многие фонды нам пишут, задают вопросы, как правильно это сделать, к кому можно обратиться, где найти агентство, где найти художника, как сделать NFT и так далее. Это говорит о том, что действительно интерес к этому повышенный со стороны государства. У нас есть там определенные какие-то подвижки с точки зрения принятия закона, постоянно идет противостояние Минфина и ЦБ, а также определенных каких-то депутатов Госдумы, которые лоббируют эти изменения и принятие системы регулирования криптовалют. Но пока этого не произошло, мы можем действовать вот по той схеме, по такой цепочке, которую мы реализовали на примере проекта «Токены друзей». Аудитория криптодоноров – тоже важное наблюдение, по-прежнему для нас остается немножко загадочной, недоступной, потому что мы до конца, и технология блокчейн как раз на это направлена, на защиту персональных данных, до конца не знаем, кто купил фотоработы Романа Бевзенко, ну и, собственно, где искать подобных доноров, которые готовы были бы пожертвовать фонд или просто приобрести фотоработу, потому что она им понравилась, где держать или кошельков, где их находить, в каких сообществах, потому что те сообщества, которые мы охватили, в том числе юридическое и профессиональное сообщество, оказалось, скажем, ну, не готовым к активным каким-то действиям в этом направлении. И это точно не были доноры фонда «Друзья» привычные, которые регулярно жертвуют в рублевом эквиваленте фонд или участвуют как-то так или иначе в жизни деятельности фонда «Друзья». Это были чаще всего незнакомые нам люди, находящиеся на платформе Marketplace Foundation, на котором мы продавали NFT-дрофт. И важно еще отметить, что поэтому очень важно продумывать комплексную фондрайзинговую компанию проекта, чтобы аудитория, на которую вы целитесь, могла быть наиболее обширной за счет, ну, важных каких-то сообщений, которые вы до нее доносите. И сформулировать эту фондрайзинговую или коммуникационную компанию вам тоже может помочь какое-то агентство или эксперты, которые в этой области уже реализовывали не один проект. Как мы отследили систему вот этого win-win-win, собственно говоря, что получили наши партнеры? Ну, и юристы Dinary Partners приняли участие в масштабном кейсе и выступили в социально ответственной компании в информационном поле. Укрепили свою экспертизу в области цифрового права, получили определенное количество упоминаний в СМИ, и это еще не все СМИ там продолжают пока выходить публикации, развернутые материалы, интервью, в которых юристы подробно отвечают на все вопросы. Ну, и, конечно, они получили профессиональную поддержку от сообщества юридического, где очень важно реализовывать какие-то пробоны проекта и вообще выступать в качестве таких агентов социальных изменений. И в этом смысле в проекте мы представили такую возможность, как фонд. Роман Бевзенко получил репутацию как известный фотохудожник. Он был оценен высоко и арт-дилерами на маркетплейсе, и покупателями, и в целом каким-то профессиональным сообществом тоже, которые поддержали его, ну, как бы хобби, такую творческую инициативу, а не профессиональную. Ну, и как юрист он тоже принял участие в социально значимом проекте, обозначил свое как бы неравнодушие к текущей ситуации и ответственную позицию. А фонд «Друзья», конечно, самый главный благополучатель. Помимо того, что закрепил свою образовательную экспертизу и выступил в очередной раз таким площадкой, платформой для аккумулирования этой экспертизы и объединения разных участников и их знаний во благо для системных изменений, он еще и реализовал кейс про Бона, уникальный в области интеллектуального волонтерства, потому что в этом проекте, конечно, все участники абсолютно безвозмездно применяли свою экспертизу, дарили свое время, разрабатывали модели, ну и вообще всячески участвовали для того, чтобы сдвинуть вот эту вот тектоническую плиту с мертвой точки, и наконец-то закон был принят в нашей стране. Ну и, конечно, мы собрали определенное количество средств на поддержку платформы ProCherity, хотя изначально это не было главной целью, как мы уже сказали, мы, в общем-то, выступили такими просто показательным примером того, как можно реализовать эти инициативы на территории России. Вот, таким образом, в партнерстве, объединившись, мы поняли, что на самом деле, чем больше сторон участвует, тем, конечно, интереснее, комплекснее и, возможно, даже значимее проект, потому что каждый из вовлеченных сторон привносит что-то свое, привносит свою экспертизу, но и может также помочь вашей инициативе дать широкую огласку в том профессиональном сообществе, откуда, собственно, участник присоединился и пришел. И в наших интересах, как фондов, некоммерческих организаций рассказывают как можно более широкому кругу о нашей деятельности, поэтому здесь, чем больше участников вы можете привлечь, тем больше, соответственно, охват от вашей компании вы получите. Ну и в продолжении, в завершении, наверное, своего выступления скажу о том, что, наверное, главным ценностью вообще всего этого проекта мы видим именно пробу на участие, вообще факт такого явления интеллектуального волонтерства, когда люди, несмотря на высокую занятость, загруженность другими проектами, весьма себе коммерческими и оплачиваемыми, могут посвящать огромное количество времени во благо какой-то большой миссии, ради идеи объединяться, привлекать еще своих друзей, своих сторонников, набираться еще больше экспертизы, параллельно изучая какие-то новые возможности, задействуя разные инфраструктурные организации для того, чтобы в конечном счете мы получили наилучший результат от проекта, ну и, собственно говоря, какое-то системное изменение все-таки достигли. Вот, наверное, на этом я закончу выступление про токены друзей, сразу же отвечу на вопросы, если они есть. Да, Наташа, спасибо. Обращаться по-другому на проферити. Спасибо огромное. Я думаю, что сейчас, если спросить, будут ли вопросы, или их миллион будет, или ни одного, потому что все такие, а что так можно было? Вот, но точно уже есть два вопроса в чате. Первый вопрос – это, а можно ли так продавать не фотоработы, а работы подростков? Конечно, все что угодно. Вот, что угодно можно продавать. Все что угодно можно продавать и токенизировать. Любой медиафайл – это, может быть, видео, фото, рисунки, все что угодно, можно превратить в NFT и продать его за криптовалюту. Потом есть вопрос, попросили повторить еще раз, где можно, значит, те платформы, на которых можно это сделать, да, где можно обменять крипту на рубли. Сейчас я пишу в чате. Первое – это наш сайт NFT ProCherity.ru, как раз сайт токена друзей, на котором можно найти всю эту информацию. Вторым номером я кинула ProCherity как платформу, где можно привлечь интеллектуальных волонтеров для своих инициатив. И так сейчас спайдет. Главное не забыть, как правильно пишется. Возможно, я сейчас ошибусь в ссылке, лучше я перепроверю, потом ее запощу. Да, пришли, пришлите ее нам, и мы отправим всем участникам в письме все ссылки, чтобы было… Да, я правильно, вот. Это платформа Whitebird, белорусская биржа, криптобиржа, на которой можно зарегистрировать криптокошелек на юридическое лицо, заключив договор оферты. И этого договора будет достаточно для вашей бухгалтерии, для ваших финансистов, чтобы потом, основываясь на него, отчитаться перед Минюстом, Минфином и налоговой. Вот, и, собственно говоря, там же можно обменять полученные криптовалюты на рубли. Спасибо. Вот еще есть комментарий, что можно идти упрощенным способом, принимать донаты на уставные цели в виде крипты без NFT. Вот, наверное, тоже можно. В принципе, можно, наверное, но поскольку у нас все еще запрещено официально что-либо продавать, то немножко есть в этом, ну, как бы официально по закону можно, потому что у нас появился криптокошелек, и мы тоже его хотели и повесим на сайт фонда, как альтернативный способ привлечения пожертвований. Но на самом деле некоторым может это не понравиться, потому что любая фандрайзинговая инициатива или компания, которая нацелена на привлечение криптовалют, и как бы рекламным сообщением является так называемое, как бы, не знаю, пожалуйста, пожертвуйте в криптовалюте условно такое сообщение, оно может быть расценено как продажа. И это не очень хорошо с точки зрения закона, хотя на самом деле официально мы ничего не нарушаем. Понятно. Ну, как всегда у нас в законодательстве, это можно, но не совсем можно, потому что все-таки можно, но, может быть, нельзя. Поэтому мы всегда должны оценить риски. Спасибо огромное.